Я вас приветствую, это программа «Политика», я Наталья Марарь. Сегодня мы поговорим о региональной политике. Впервые страна, член экономического Евразийского союза, подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Как вам возможно усидеть на двух стульях? Поговорим сегодня об этом с моими гостями. Приветствую сегодня гостя из Армении, Степана Григоряна, руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству из Иривана. Добрый вечер, добро пожаловать в Молдову, в Кишинев. Как будет добро пожаловать по-армянски? Баригалуст. Я также приветствую Эрнеста Варданяна, политолога. Добрый вечер. Добрый вечер. Сразу хочу предупредить наших телезрителей, что мы сегодня не будем рассказывать анекдоты, как на армянском радио, но мы постараемся сделать так, чтобы эта программа была актуальной для нашей молдавской публики, потому что Армения проходила, в принципе, через те же процессы, что и Молдова. Мы все время были то с Россией хотели быть, то с Европейским Союзом, то с одними, то с другими, нас постоянно шатало. Но как-то мы определились в последнее время, хотя все опросы общественного мнения показывают, что далеко не все граждане страны с этим согласны. Как же так получилось у Армении, что после того, как в 2013 году вы объявили о своем вступлении в Евразийский экономический союз, вы сейчас подписываете соглашение об ассоциации с Евросоюзом? Это попытка усидеть на двух стульях? Либо это разочарование в Евразийске? Что это? Спасибо, Наталья. Спасибо за приглашение. И для меня честь выступить перед молдавской аудиторией. Ну, я скажу так. Конечно, разные интерпретации этого, что произошло, почему армянское правительство решило все-таки подписать договор с Европейским союзом. Вариаций много. Я скажу мою точку зрения. Безусловно, в рамках Евразийского экономического союза у Армении возникли неожиданные, для многих, но не для специалистов, возникли трудности. И ясно наше правительство понимало, что при тех проблемах, которые возникли в Евразийском экономическом союзе, буквально за меньше, чем за три года нашего членства, надо было искать альтернативы, и наше правительство возвратилось к договору с Европейским союзом. Если вы помните, в 2013 году, когда наше правительство отказалось подписывать договор по ассоциации, я помню достаточно циничные такие оценки, мы без вас обойдемся и так далее, и так далее, когда европейцы обижались на нас. Но жизнь показала, что Евразийский экономический союз не работает, по крайней мере для Армении. Я, знаете, за другие страны не могу отвечать. Я отвечаю за мою страну, за те тенденции, которые есть. Я думаю, это был ключевым моментом, это было, почему мы в конце подписали договор с Евросоюзом, и сейчас, получается, в общем, мы можем, знаете, я бы сказал так, маневрировать многовекторную политику, пытаться работать в членстве своем в Евразийском экономическом союзе, и вместе с тем... А вы решили подписать, потому что Евразия оказалась не тем, что вы ожидали, или просто за это время, с момента 2013 года, все-таки ситуация в регионе изменилась, и Россия уже не та? Вы знаете, это очень тонкий вопрос. Учитывая украинский опыт. Я бы сказал так, я бы разделил на две части вот эту проблему. Одна проблема объективная. Вы знаете, Армения не имеет сухопутной границы с Россией и с членами Евразийского союза. Это автоматически в любой интеграции, это негатив, нет? Но есть новый негатив. Россия попала под санкции, она до этого не была под санкции. Из-за санкций экономика России в достаточно таком непростой ситуации, ясно, Россия сейчас не до нас. Поэтому здесь как бы сложились несколько компонентов. Компоненты объективных трудностей и субъективных. И кроме того, в случае с Арменией, я еще раз повторяю, за другие страны не отвечаю, за Беларусь или Казахстан. В случае с Арменией этот проект, Евразийский союз, в случае с Арменией для России не является экономически интересным. Это проект политический. То есть Россия хочет нас близко держать. Мы об этом поговорим. Эрнест, как ты понимаешь, это сидение на двух стульях? А нет никакого сидения на двух стульях? Я немножко раскрою карты. Может быть, господин Григориан меня поправит. Он все-таки, находясь в Ириване, более информирован изнутри. Но я, общаясь каждый божий день со своими друзьями, коллегами из Армении, тоже обладаю кое-какой информацией. Так вот, сидений на двух стульях не будет. Коллега совершенно справедливо заметил, что Евразийский союз применительно к Армении не работает в том плане, в том объеме, в котором хотелось бы, может быть, обеим странам. Действительно, торгово-экономические связи между Россией и Арменией в силу объективных препятствий не могут развиваться так гармонично, как это происходит между Россией и Белоруссией, Россией и Казахстаном. Действительно, из-за санкций Россия уже не является столь привлекательным партнером для сотрудничества, хотя, конечно, армянская экономика очень сильно завязана на России. Но дело в том, что в Армении поняли, что Европейский союз был и останется для Армении не манной небесной, не идеей фикс, как это было и остается в случае Украины и Молдовы. Европейский союз для Армении – это прежде всего источник модернизации страны, это источник, вернее, площадка и одновременно спонсор, партнер в осуществлении подлинных реформ. Какое количество армян сейчас поддерживает идею сближения с Евросоюзом? Или вообще, в принципе, идея сближения с Евросоюзом не подразумевает и вступление в Европейский союз? Я хочу… Я чуть-чуть по-другому отвечу. Что вы объяснили. Насчет народного мнения я не знаю, не буду грешить. Но что касается политической элиты, вот удивительный случай, опять же, в отличие от Молдовы, в Армении существует полный консенсус политических партий и сил на предмет необходимости сближения с Европейским союзом. Даже та самая правящая партия, республиканская партия Армении, во главе с Сержем Сарксяном, которая и инициировала этот внезапный переход 3 сентября 2013 года, сегодня, спустя 4 года, прекрасно понимает, что без сближения с Европейским союзом, при этом сохраняя членство в Евросоюз, невозможно модернизировать страну, невозможно привлечь инвестиции, технологии и так далее. Между прочим, после 2016 года армянское правительство, надо отдать ему должное, стало делать значительный акцент на привлечение именно инвестиций. А поскольку инвестиции, особенно западные, невозможны без борьбы с коррупцией, невозможны без структурных реформ, то, соответственно, для этого, хочешь ты, не хочешь, ты должен свою страну хотя бы отчасти, хотя бы обозначить движение в сторону Европейского союза. Уникальность, я вас немножко поправлю, уникальность ситуации в том, что Армения не подписывала соглашение об ассоциации, она подписала всестороннее расширенное политическое соглашение с Европейским союзом, нечто подобное подписал Казахстан в декабре 2015 года, но этот договор не назывался так широко, назывался просто политическое соглашение. Там нет того, что у нас подразумевается под соглашением о свободной торговле, там пока нет еще... Там есть пункты, там есть некоторые пункты, которые позволяют Армении получить доступ на европейские рынки, это нечто подобное тому, что имела Республика Молдова с 2008 по 2016 год систем автономных торговых предприятий. Но я все равно хочу понять, но я хочу все-таки понять уникальность этой ситуации. Как так получается, что те, кто в 2013 году объявлял и подписывал соглашение о вступлении в Еврозес, сейчас достигли консенсуса в плане того, что необходимо сближаться с Европейским союзом? Это двусторонний консенсус. У нас почему-то все время... Европейцы тоже это поняли. Вы должны просто понимать, у нас почему-то чаще всего этот вопрос ставится следующим образом. Либо, либо. Ну вот нельзя и туда, и туда. Дело в том, что если позволите, я вот очень хочу ответить на этот вопрос коротенечко. А можно мы позволим сначала нашему гостю из Армении, а потом вы? Ну, во-первых, давайте возвратимся к той теме, когда вы сказали, проводились ли исследования. Значит, НАЦЦентр провел классический социологический опрос летом этого года. И он показал поразительную картиру. Он показал, что в Армении поддержка России, то есть стратегического партнера России считают 35% всего лишь. А, например... Так мало? Да, так мало. Где-то еще 25% считают частично партнер, а достаточно высокий процент, в общем, негативно относится, около 36%. Но самое главное, достаточно серьезный интерес к Европе. Значит, когда мы ставили вопрос так, надо ли сотрудничать с Европой? Знаете, такой простой вопрос. Значит, около 80% людей сказали, обязательно надо сотрудничать. Когда мы сказали, а в перспективе, не о сегодняшнем деле, членство вы поддержите 58%. И я сразу скажу, с чем это связано. А почему, откуда это? Вы можете объяснить? Это связано, первое, с неудачами нашей в Евразийском Союзе. То есть люди ждали, что Россия начнет финансировать проекты. Люди ждали, что появятся инвестиции именно из России. А им именно это обещали? Конечно. Когда мы вступали, нам, извиняюсь, нам еще обещали вопрос Карабаха, что решат. Вот это тоже прямо вам скажу. Дальше, посмотрите, снижение рейтинга. А Азербайджан об этом предупредили? Предупредили? Там один интересный разговор. Да. Но, смотрите, первое, в Евразийском Союзе неудачи. Второе, очень важное. Вы знаете, год назад была краткосрочная, но война с Азербайджаном, где, прямо скажу, российские официальные лица говорили, что да, мы продаем оружие Азербайджану, это бизнес, это вызвало большое возмущение. И еще несколько факторов, они наложились друг на друга. Падение популярности России в 2013 году. Да. Вы помните эту историю, когда семья была убита в Гнемрии? Вы знаете, если было бы нормальное расследование, армяне бы простили. Никакого нормального расследования не было. Реально этот человек, который убил целую семью, ну это серьезный стресс для общества, вывезли из Армении. Вот вы знаете, когда вы складываете это несколько факторов, в особенности, когда во время войны никакой помощи. Потом Армения же член договора коллективной безопасности. Вы понимаете? Четырехнедная война. Оставим, кто виноват, кто прав. Вы союзник, и ни одно государство в этом союзном договоре вас не поддерживает. Лукашенко звонит Алиеву, поддерживает его. А Лукашенко поддержал Алиева. То есть мысль моя в чем? Армяне поняли, что вот в этой интеграции им нету места. Поэтому настроения в обществе такие, я особо хочу подчеркнуть. И когда мы вот здесь говорим, а как отреагивала элита, вот эта же армянская элита, которая в 2013 году единогласно почти проголосала за Евразийский союз, сейчас эта элита, увидите, когда будет, это называется, ратификация договора с Европой в парламенте, она же единогласно ратифицирует. Почему? Какая у вас принципиальная элита. Главное вовремя признать ошибку. Какая у вас принципиальная элита. Да, они вовремя переметнулись, но... Вопрос, а вы ожидаете какую-то реакцию со стороны России? Реакция уже есть. Официальная реакция такая, что Армения имеет право подписать. Вы знаете, это сказал и Лавров, и Дон Лавров. В нашем случае точно так же говорили, это наше суверенное право. Да, суверенное право. Я даже скажу, там были высказывания, даже оскорбительные, я поражен, что российская сторона перешла на такой тон, резкая. То есть видно, что в России это нервную реакцию вызвало. Даже обычный нормальный договор, он не ассоциативный договор, но даже он вызвал в России нервную реакцию. Последует ли какая-то более серьезная реакция? Понимаете, в чем дело? Вот господин Григориан частично затронул тот набор негатива, который был со стороны России в отношении Армении за последние примерно 4 года, он настолько уже зашкаливает в обществе, что вот я за последние несколько лет побывал в Армении уже раз 5, я общаюсь со своими друзьями, родственниками. Вы не представляете, какая эволюция негатива по отношению к России. Заметьте, это не русофобия. Это не Молдова, не Украина, не Прибалтика. Это не русофобия. Это именно очень четко выверенное, конкретное неприятие вот того потока негатива и истерии, который идет в отношении Армении со стороны Российской Федерации. В Армении русофобии нет и в обозримом будущем не будет. Но вот то восприятие, то недоумение, обида, которая царит в армянском обществе по отношению к действиям России, оно способно уничтожить весь позитив, который был за эти предыдущие годы. Как говорят некоторые наши российские коллеги, здравомыслящие российские коллеги, с такой политикой, которую Россия ведет по отношению к Армении, никакого госдепа не надо. Посольство США в Армении можно закрывать, потому что Россия сама все сделает плохо. Давайте начнем с того, что 2013 года. В 2013 году армянское общество узнает о том, что Россия начинает поставки оружия Азербайджана на сумму нескольких миллиардов долларов. Россия союзнику ДКБ продает противнику своего союзника ДКБ вооружение. В ответ на соответствующие недоуменные вопросы со стороны армянской прессы элиты, Россия ответила очень просто. Ребята, это бизнес, ничего личного. А когда, вот мы знаем, в эти месяцы продолжаются дискуссии о продаже оружия, американского оружия в Украину, та же самая российская элита говорит, да как можно, это же эскалация. То есть... Хорошо, Арнест, означает ли это... Это очень предательская политика. Означает ли это разворот Армении в сторону Евросоюза или на самом деле получится Еревану официальному усидеть на двух стульях? Разворот, но будет медленно-медленно, чтобы никого сильно не раздражать. Потому что Армения находится в таком регионе, где 70% границ закрыты, где граница на самом деле не граница, а линию фронта. Резких движений Армения делать не должна. Вот как раз то, что она сделала в 2013 году, было слишком опасно. Слава богу, что мы как-то сумели это купировать и как-то негатив свести к минимуму, и сейчас пытаемся эту ситуацию исправить. Хорошо, вопрос. Задам его так, как его обычно задает любой среднестатистический гражданин, который особо-то не знает, что там происходит в Армении, какие процессы. А зачем это Евросоюзу сейчас надо? Где Армения, где Евросоюз? Зачем нужно это соглашение? Этот вопрос часто нам задают сторонников европейской интеграции Армении. Вы знаете, во-первых, Европейский Союз очень заинтересован, что на ее границах, а мы, одной из граничащих с Европейским Союзом стран, вместе с Грузией, с Азербайджаном, через Черноморское бассейн и так далее, через ту же Турцию, которая имеет, вы знаете, свободные рыночные отношения с Европейским Союзом. Точно так же, я уже не говорю про Молдову и Украину, вы уж вообще непосредственную границу имеете с Европейским Союзом. Она заинтересована в том, чтобы эти страны были стабильны. Поэтому она хочет с нами работать, она не хочет, чтобы от нас бежали в Европу мигранты, голодные, бедные, поэтому она заинтересована в сотрудничестве. В случае с Арменией еще прибавляется фактор нашей истории, нашего христианства, еще несколько факторов исторических. Вы знаете, исторические у нас серьезные связи с Францией, с Польшей и так далее. То есть, если вы вместе это считаете, очень понятно, что Европа не хочет нас отпускать. И второе очень важно. Но воспринимается ли в Армении это сближение с Евросоюзом как неминуемое отдаление от России и выход из зоны влияния, ну, такой, как бы исторической России? Я скажу так, в Армении специальной цели никто не ставит. Но воспринимается это именно так? Частично, да, даже внутри Армении. А этого хотят? Допускают, но вряд ли хотят. Я не чувствую, что такой цель ставится. Например, моя цель одна, я не хочу от вас скрыть. Я хочу, чтобы Армения была демократической страной, страной, где есть свободы, где свободная экономика, они монополии и олигархия правят, где закон правит. А это означает, автоматически вы должны с Европой работать. И я хочу обратить внимание, чтобы мы не забывали, Армения, Азербайджан и Грузия, мы члены Совета Европы. Я уже не говорю о Молдове, Украине и вместе с Европой, мы все члены Совета Европы. То есть мы часть Европы и юридически, и политически, и поэтому с Европой работать здесь ничего такого нового мы не придумываем. Другой вопрос, вот на ваш вопрос лучше задать этот вопрос русским политологам, которые по-другому смотрят. Они знаете, как смотрят? Они говорят, нет, это зона нашего влияния. Мы, вы входили в Советский Союз, значит, автоматически это зона нашего влияния. Поэтому это означает, вы уходите от нас. Мы никуда ни от кого не уходим. Мы хотим сотрудничать с Европой, хотим быть демократичными и, конечно, продолжать сотрудничать с Россией. Я извиняюсь, я этот пример всегда привожу. Финляндия. Вы знаете, какой еще товарооборот России с Финляндией? Фантастический. Но Финляндия член Евросоюза. Почему и их так не ревнует? Поэтому мы должны, в том числе российскую элиту, научить следующему, что мы никуда не убегаем, мы с вами продолжим сотрудничать. Тоже Россия в военной области. Но оставьте в покое нашу торговлю, экономику. Дайте, чтобы мы бы могли маневрировать. И это очень важная вещь. Кстати, о Финляндии. Вот очень хорошо вы затронули. Я уже давно вынашиваю идею, ну, такой научной концептуализации термина или идеи Армении, это Кавказская Финляндия. Не географически, конечно, а исторически, территориально, вернее, даже геополитически. Если вспомним годы Холодной войны, Финляндия была кап-страной, но она не входила в НАТО и не входила до 90-х годов в Евросоюз. Ее крупнейшим торговым партнером был Советский Союз. В Финляндии была мостом между Советским Союзом и Западом. Даже вспомним Хельскинские соглашения 75-го года. Абсолютно. Я уверен, что и России, и Европе, как минимум, может быть, и США, и тем более Армении, нужен позитив в двусторонних отношениях на фоне колоссального негатива, который есть вокруг. И Армения вместе с Грузией или по отдельности могла бы стать вот той площадкой мирных конструктивных переговоров вот той в Финляндии, которая была тогда в годах Холодной войны. А Молдовы есть шансы когда-нибудь стать этой? Молдовы есть шансы, даже очень хорошие шансы, потому что в Молдове, несмотря ни на что, сохранились хорошие симпатии, большие симпатии к России, сохраняется очень уважительное отношение к Европейскому Союзу. Но пока в Молдове не будет национального консенсуса по отношению к выбору своей геополитики, в отличие от Армении, у Молдовы этого не получится. Но ты же прекрасно понимаешь, что в ближайшее время у нас это практически невозможно. К сожалению, я это понимаю. Да, к сожалению, так. Вы знаете, здесь еще что нам помогло? Я не желаю, конечно, молдавскому народу таких испытаний, которые претелперал армянский народ последние три года в Евразийском Союзе. Очень часто помогает, когда ты делаешь ошибку, и после этого уже все становится ясно. Вот простая вещь. Наше вхождение в Евразийский экономический союз привезло, я только два-три примера приведу, таких отрицательных, что даже в голове мы не могли представить, что такое может быть. Вы знаете, что означает, что мы вошли в Евразийский экономический союз? Это автоматически означает, что две открытые наши границы, а у нас из четырех границ, турецкая граница, азербайджанская закрытая, открытая только грузинская и иранская. Автоматически это означает сокращение торговли с Грузией и с Ираном. Автоматически означает, потому что мы вошли в эту интеграцию. То положительное, что должно было быть, пока не работает, отрицательное работает. Вы знаете, что у нас, например... А вот какой процент торгового отношения с Грузией и с Ираном занимали? Они очень высокий процент занимают. Я больше скажу, наш главный торговый партнер, даже сегодня не Россия, есть стереотипы, что якобы Россия, главный партнер опять Европейский союз, Европейский союз, потом Россия. Близкие цифры, но все равно Россия не первая. У нас уже тоже Европейский союз. Дальше после России идут, мало кто знает, Китай, Иран. И цифры очень близкие с Грузией. Но главное следующее. Из-за ограничения Евразийского экономического союза, правил игры, торговля приграничная с Грузией прекратилась, с Ираном резко сократилась, резко поднялись цены на бензин, на товары, продукты, на все. То есть мы зашли в Евразию. А взамен вы что-то получили? Ничего не получаем. Почему? Потому что нет общей границы. Мы предупреждали наше правительство. Россия даже не хочет вот ту дорогу из Грузии, которая заходит в Россию. Верхний Ларс. Не хочет построить. Верхний Ларс называется. Не хочет отремонтировать как следует, чтобы наши грузы заходили бы толком в Россию. То есть мы провозим Грузию через Грузию. Никаких проблем нет. В Грузии, вы знаете, прекрасные дороги. Как заходим в Верхний Ларс, и Россия не ремонтирует. То есть мысль моя в чем? К сожалению, Россия не дает ничего, не делает ничего, чтобы вы сказали, нет, вот посмотрите, они начали работать. Когда мы с вами говорили вот о милитаризации, Эрнест очень правильно сказал, региона, многие забывают, что не только потому это вызывает возмущение в Армении, что Россия стратегический партнер, но продает летальное оружие Азербайджану, но еще Россия является в Минской группе, это Минская группа ОБСЕ, это, вы знаете, главный формат решения Карабахского конфликта. Поэтому она посредник, она не имеет права, она сопределитель посредник, она не имеет права милитаризовать регион, в котором она посредник. И она, вы понимаете, то есть она должна помогать, что регион бы не милитаризовался, чтобы вероятность войны была низкой, а она наоборот, продает оружие. Хорошо, Армении тоже продают намного меньше, у нас меньше возможностей. Азербайджану много... Ну, получается, и вас милитаризуют? Ну, смотри, конечно. Так, потому что нас вынуждает. Обоих она милитаризует. Типичная гонка вооружения происходит. Да, типичная гонка, которую Россия создает. И это приводит к чему? К тому, что мы понимаем, что Россия не носитель ни дешевого газа, не носитель никаких технологий, не носитель даже мира в региональном контексте. И тогда мы задаем вопрос, а что это нам дает? А как вам тогда продали всю эту идею с Еврозесом? Об этом мы поговорим после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Мы вернулись в студию. Сегодня говорим о том, как Армения, страна-член Еврозес, подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. У нас в гостях Степан Григорян, гость из Армении, и Эрнест Варданян. Я вас спросила перед паузой, а как удалось России в 2013 году продать вам идею Еврозес, если так оно в результате и не получилось? Вы знаете, здесь... Спасибо за вопрос, потому что здесь очень напрашивается аналогия с тем, что сегодня происходит в Молдове. Так очень интересно. Они даже в России и даже акценты не поменяли. Что вам сейчас говорят, то нам тогда говорили, я просто три примера вам приведу, чтобы далеко не идти, потому что я слежу за событиями в Молдове. Первое, вам говорят, что если вы пойдете в Евразию, решится вопрос Приднестровья. Нам это официально говорили, на самых разных уровнях. То есть гражданам Армении говорила армянская власть, вы что не понимаете, если в Евразийский Союз пойдем, Карабах пойдет с нами. Как только мы вошли, начали входить, официальные процедуры в Евразийский Союз, вы знаете, несколько стран, кроме России, остальные две страны Евразийского Союза официально поставили вопрос так, что вы как входите, если вы входите с Карабахом, мы вас не принимаем, если вы с Карабахом, вас принимаем. И в договоре Армении с Евразийским Союзом там сноска есть, что Армения заходит одна, поэтому ждите, что у вас тоже возникнут с Приднестровьем такие проблемы. Это первый аргумент. Это очень серьезный аргумент. Я советую вашей политической элите над этим подумать, потому что у нас большой опыт такого. Второе, говорили следующую вещь. Знаете, что вы не понимаете, что если в Евразийский Союз пойдете, дешевый газ будет. Значит, для граждан Молдовы, скажу, Армения платит за газ ровно в полтора-два раза больше, чем за газ платит Украина, газпромовский газ, я имею в виду, Украина. Можете проверить мои слова, очень легко зайти в интернет, узнать цены, какие у нас, какие в Украине. И третье, это важнейшее. Нам сказали, вы не понимаете, что инвестиции поплывут до рекой, потому что Россия заинтересована. То, что из России не идут инвестиции, сразу скажу. Это понятно, она в экономическом кризисе, она о себе думает, но там другая важная вещь. Оказалось, что после нашего вхождения в Евразийский экономический союз в два с половиной раза упали за два года последних инвестиций в Армению из Европы и США, потому что кто инвестирует? Богатый. Япония, США, Евросоюз. А почему они не инвестируют сейчас? Не потому что не хотят. Правила Евразийского союза такие, что я в Ереване не могу гарантии им дать. Они приходят инвестицию в Ереване и действительно официальный Ереван делает правильно. Говорит, идите в Москве договаривайтесь, ваши инвестиции пропадут или нет. Ясный инвестор уходит. В Армении, я говорю, государственные цифры. В два, два с половиной раза за два года упали инвестиции. Это не моя оценка как эксперта, а официальные на сайте правительства почитайте. Мысль в чем моя заключается? Вот эти главные тезисы, которые проходили ностальгия по Советскому Союзу и так далее, оказалось, не работают. Дешевого газа не получили, инвестиции упали, Карабах не получили. Я так условно это называю. То есть, а что я смотрю, что по-молдавски я слежу, потому что нам интересно и что творится в Украине, в Грузии, в Молдове. Мы слетим в Армении. И по крайней мере, как я вижу, вот те же самые тезисы вперед, колбаса будет дешевый газ. Игра идет на ностальгии людей. И армяне тоже так же, как и молдаване, как и украинцы, искренние люди, добрые люди. Мы бывший советский народ, хороший народ, но мир поменялся. То есть, люди не могут понять, что Россия другая. В России сейчас не правит одна партия и так далее. Там олигархические круга правят. Эти олигархические круга, причем там олигархи, когда мы говорим, они госкорпорации. Ну, у вас хотя бы олигархи во множественном числе, а у нас тут... А в Молдове один. А у нас единственное число. Ну, у нас тоже не идеально. У нас один, единственный, Да, но у нас тоже не идеально. Но мысль... А они должны понять, что сегодняшняя система экономическая, российская, это не социалистическая, совсем другая система. Никто тебя не будет бесплатно кормить, никто не будет. И последнее, что новое. Эти трудности возникли новые. Россия, так как попала под санкции, помните, они применили антисанкции против Европы, Турции, США. Вот эти антисанкции, что означает? Россия стала защищать свой рынок от рабочей силы из Молдовы, Армении, Украины. Защищать свой рынок рабочих. Свой рынок защищать от товаров из этих стран, чтобы производить... А вот через Армению эти товары могут попасть? К примеру. В том-то и дело. Вы смотрите, ну элементарно. Грузия над этим, кстати, работает. Запретили сырые продукты европейские и так далее. Через Армению могут пойти сырые? Нет, блокируют. А армяне на свой... Частично могут. А армяне на свой собственный рынок могут завозить эту продукцию? Нет, в том-то и дело уже сейчас. То есть получается, что вы тоже попали автоматически под эти санкции? Нет, смотрите-ка мы как. Мы не автоматически, но частично попали. То есть мы из Запада не можем привозить, то есть можем привозить, но налог на добавление... Таможенные пошли на Евразийского союза, а не армянские национальные таможенные пошли. Вот в чем дело. Вы понимаете? Они выше, чем Евразийский. Потому что те страны не в Евразийском союзе. Мы вошли в Евразийский союз. Значит, для этих стран барьер повысился налогов, но это хороший очень вопрос. Россия все товары закрывает, может быть, через Армению. Нет, все это не работает. Почему? Потому что очень часто эти ограничения для Европы почему-то на нас тоже распространяются. Может, вы слышали, летом был крупный скандал, что армянские водители с армянскими правами международные, наши права водительские, международные, вдруг лишились этого права пользоваться и водить, и работать в России с этими правами и товары вывозить из Армении эти водители с такими правами. И мы никак не могли понять, с чем связано. Оказалось, что это связано с теми ограничениями, которыми Россия защищала свою рабочую силу и своего производителя. И был бы огромный скандал, пока на время как-то разрешили этот вопрос. И взамен Россия сказала, вводите русский язык вторым государством, тогда позволим вашим водителям. Какая связь между ними, так никто и не понял, но вот такое абсурдное требование было разрушено. просто я запишу эту мысль. Да, пожалуйста. Она в чем заключается? Оказалось, что те трудности, которые в России возникли с другими центрами мировыми, не с нами, не с молдаванами, не с грузинами, но оказывается, они на нас тоже Россия распространяются. Потому что Россия говорит, нам трудно, сейчас нас не интересует, вы члены Евразийского союза или нет. И приходится, из-за каждого вопроса весь народ поднимается на дыбы. Это называется интеграционный процесс. Вы это себе представляете, как интеграционный процесс? Кстати, Эрнест, а у нас как-то об Евразийском союзе практически больше не говорят. Давай вспомним, как строил свою компанию президент, тогда еще кандидат президента Игорь Дадон, и как спустя год об этом союзе практически ничего не слышно. Почему вдруг? Ну, в принципе, ту программу, которую он задумывал, он осуществляет по мере своих полномочий, как мы знаем, не большие. Меня волнует исключительно та часть, которая касалась Евразийского союза. То есть, буквально на днях в Кишинев приезжала делегация Евразийской экономической комиссии, какие-то подвижки в эту сторону есть. Ну, здесь Молдова можно понять в том плане, что мы хотим возобновить экспорт товаров, средскохозяйственных, в первую очередь, на рынок Российской Федерации. Но я думаю, что какая-то определенная договоренность будет. Как раз наоборот, здесь пример Армении может послужить интересной моделью для Молдовы, только в обратном направлении. Потому что, действительно, Армения, являясь членом Евразийского союза, обязана соблюдать налоговые таможенные законодательства Евразес. Есть пример соседней Грузии, которая, так же, как Молдова, стала членом, ассоциативным членом, ассоциативным членом Европейского союза. И между Грузией и Арменией сейчас проходят переговоры на предмет поиска, ну, грубо говоря, поиска лазеек. Как они будут работать? Как можно из Грузии товары перевезти в Армению, чтобы оттуда попасть на Евразийский рынок? И наоборот, товары из Европейского союза в Армению. То есть, как-то вот идет соприкосновение, стыковка двух, скажем так, систем. Интеграция интеграций. Этот пример Молдовы был бы полезен. Давайте не будем отрицать, что при всех тех негативах, которые господин Григориан написал, все-таки российский рынок Молдовы привлекателен. Российский рынок нужен молдавским товарам. Безусловно. И не только. Но это зависимость от газа. Это те же трудовые мигранты, которые, кстати, больше, чем армянских трудовых мигрантов в Российской Федерации. Это и Приднестровский конфликт. То есть, в принципе, тот же набор рычагов, который есть у России в отношении Армении, есть и в отношении Молдовы. Поэтому при прочих равных условиях было бы интересно Молдове рассмотреть возможность сближения с Евразийским союзом не в ущерб, не такой ценой, как Армения сделала четыре года назад, но так, чтобы совместить и позволить тоже, ну, не разновектированность. Окей, европейская интеграция Молдови все-таки признана официальной и чуть ли не единственной. По крайней мере, есть такие попытки. В конституцию. В конституцию хотят Прямо как шестая статья о Советской Конституции. Вот. Ну, мне кажется, совместить можно. При желании можно найти возможности. Поэтому Молдова должна работать над этим. Если есть консенсус. Опять же, упираемся в него. Что, к сожалению, вот мы интересные общества. Наши общества очень интересные. Армянская, молдавская, украинская, грузинская. Очень часто мы не учимся на опыте других, а всегда на своем опыте. Мы вот, когда предупреждали наших граждан, что любую интеграцию надо все вещи считать, вот проверять. Это будет работать, не будет работать и так далее. И, возможно, может лучший вариант для молдаван, знаете что, я, конечно, извиняюсь, войти в Евразийский союз, увидеть, что там происходит и уже после этого может быть Молдавия окончательно правильное решение примет и уйдет в интеграцию в Европу. А можно как-то без этих граблей, без этих опытов? Нет, я надеюсь... Сразу просчитать и решить, где лучше. Но это от качества элит зависит. Если качество... Например, в Армении надо прямо сказать, качество политологической элиты неплохое, потому что политологи и эксперты Армении в подавляющее большинство говорили, что ошибка войти в Евразийский союз. Подавляющее большинство политиков говорили, нет, надо войти. Сейчас все говорят, надо уходить в Европу, но мысль моя в чем? Надо было эти три года в таком состоянии держать общество, потерянные три года для Армении, три-четыре года потерянных. Сейчас все говорят, что это время потеряно. Я говорю, как, вы же приняли решение, правящая партия войти в Евразийский союз. Вы и отвечаете сейчас перед обществом. Вы знаете, перед приездом сюда, в Армении очень интересное явление было. Это молдаванам точно интересно, и в особенности членам парламента. В Армении одна из парламентских фракций инициировала выход из Евразийского экономического союза. Да, они меньшинство, это не пройдет. Но вы представляете, официально были парламентские слушания по выходу из Евразийского союза, а у меня был один из докладов там, где я объяснял негативную сторону проблемы и так далее. И что было интересно, я был поражен и республиканская, и вот дискуссия была очень серьезная, это очень положительно для страны, но вы бы себе представили, что страна, которая три года назад говорила, все это наш окончательный выбор, Евразийский союз, что в этой стране, в парламенте вот такие серьезные дискуссии были. Ну это как если бы у нас сейчас в парламенте дискуссия по поводу негативных сторон подписания соглашения об ассоциации проводить. Ну может быть полезно все. Не слабо это верится. В этом плане вот, господин Григориан очень правильно заметил, в Армении я тоже наблюдаю, политологическое сообщество гораздо более зрелое и ответственное. Давайте скажем откровенно, Наташ, ну в Молдове политологов, которые не работают на какую-то партию, практически не осталось. Как говорит у вас на той, какие страна, такие теракты. Вот извините. Да, вот к сожалению, господин Антоний прав. Так у нас и с политологами. И в Молдове, допустим, завтра организовать парламентские или хотя бы экспертные слушания на тему, допустим, какого-то негатива от ассоциации с Евросоюзом, боже, сразу рука Москвы, сразу продались, путинские ватники. А в Армении, пожалуйста, даже правящая партия не возражает. Кстати, партия, которую упоминает господин Григориан, которую инвестирует, так и называется ЕЛК, то есть выход. Они называют партией выход. То есть они намекают на то, что их следует выход из Армении, если в Молдове появится партия Ящири с намеком на выход из Европейской ассоциации, это будет забавно. А может быть в выходе сложившейся ужасной ситуации имеется в виду. Уже какой-нибудь. Кстати говоря, раз мы вот, я думаю, что господине Григориану будет интересно, в Молдове нужен консенсус не по поводу геополитического вектора. Это геополитика на всех уже замучила Молдове. Абсолютно. В Молдове нужен консенсус, чтобы вот, грубо говоря, собрались политики, политологи, экономисты, сказали, ребята, хватит о векторах, давайте поднимать страну из ямы. До решения проблем с векторами у нас как бы надо починить дороги, надо нормальное качественное образование обеспечить, потому что, извините, но деградируемая нация. Немножко с коррупцией побороться. Да, надо побороться с коррупцией. Которая зашкаливает уже. И посажать людей не по политическому принципу, а по принципу своровал, сел в тюрьму и так далее. Вот этого всего у нас всегда нет. Господин Вартанин правильно сказал. Вот эта тема с борьбой с коррупцией очень важна. Вот в Грузии, вы знаете, в особенности при Михаиле Саакашвили, нынешняя власть тоже неплохо политику ведет, но в особенности при Саакашвили. Настолько они жестко, четко эту линию провели, что даже интеграция с Европой тогда только-только началась, но эффект оно дало. То есть четкая борьба с коррупцией и то, что мы сегодня видим в Грузии, посмотрите, грузинское побережье, как оно обустроено прекрасно. Это настоящая история успеха. Экономическое чудо. Это великолепные грузинские дороги, это фантастика. Но послушайте, они все это сделали без того, чтобы подписывать соглашение об ассоциации с Европейским. Потому что этого хотела элита. Был консенсус и была воля. И эта элита делала не для того, чтобы соответствовать, поставить галочки где-то там в каком-то соглашении, вот получили галочку, получили очередной транш. Они это делали, потому что в это верили. У них получилось. Но все равно весь путь и все взаимодействие шло через европейскими институтами. То есть они как бы помогали. Плюс американский кредит доверия. Огромный кредит доверия. То, что они делали, это и соответствовало тому, что мы называем сейчас европейскими ценностями. Когда государство правовое, когда соблюдают верховенство права, закона, когда соблюдаются права человека, когда гарантированы все свободы и экономические в том числе. Все, что они делали, это и прописано у нас сейчас соглашение. Ну что толку, что у нас прописано? Простая такая деталь. Значит, около миллиона граждан Армении в стране, где живет 3 миллиона населения. Около миллиона граждан отдыхают на грузинских курортах и первым долгом в Черноморской побережье. Каждый третий армянин отдыхает в Грузии. Это официальная статистика, это не я говорю. То есть около миллиона, там где-то 900 с чем-то тысяч. Около миллиона турецких граждан. Эти турки, которые имеют огромное Черноморское побережье. Они идут в Батуми, в Хабулеты. Но самое парадоксальное другое. Громадное число граждан России отдыхает в Грузии. Громадное. Это тоже цифра полмиллиона, миллион. Такой порядок, это легко проверить, мои слова. В прошлом году количество туристов в Грузии превысило численность населения. Вы понимаете, о чем идет речь. Кстати, в Армении тоже рост идет, но там работы много очень. Когда я говорю, что большое число иранцев, азербайджанцев около миллиона, это понятно. Но когда я говорю сейчас вам, что из России громадное число, нет, это казалось бы удивительно. Хорошо, но все-таки вот при всем, при всем том, что мы сегодня обсуждаем, важный момент. Россия оставит все так, как есть, или все-таки реакция последует? Согласится ли Россия с тем, что в Армении проводится определенная институциональная реформа? Потому что, я так понимаю, вы это обязательство на себя взяли. Если позволите, я скажу очень такую крамольную вещь, можно показаться. Мне это сообщили мои хорошо информированные друзья-коллеги в Армении. Россия продала Армению Западу американцам. Ну, как продала? Позволила Америка, сказала, ну, потихонечку, потихонечку забирайте то, покупайте то. Ну, это совсем конспирология. Ну, это не конспирология, Наташа. Это не конспирология. Американцы потихонечку, потихонечку входят в Армению, скупая. Они скупили, я вот могу ошибиться, по-моему, воротанский каскад ГЭС они купили. Это давно уже было. Там Ташири Само, Самвел Карапетян, купил какой-то один объект ГЭС, а американцы купили другой объект ГЭС. Это очень важно в Армении, где нет нефти и газа. Там очень хорошо развита электроэнергетика. Американцы потихоньку входят, и этот процесс неизбежен. Россия, как бы это кому плохо ни было, Россия потихоньку будет терять свои позиции. При этом заметьте... То есть это та самая великая шахматная доска, где нужно у России отжать все территории, которые обязательно разделить с Украины и так далее. Я дико извиняюсь, светлая память Избигни Бужинский сейчас, наверное, в гробу вращается, потому что он 20 лет назад... Он предсказал все это. ...недооценил, он недооценил роль Армении. Я думаю, что ему сейчас там будет немножко некомфортно в том свете, но он еще увидит свою ошибку в том плане, что, да, шахматная доска существует, и там фигуры двигаются, но Армения в ближайшие годы будет обретать совсем не ту роль, к которой все привыкли, мальчика для битья. Я еще знаю, что есть некоторые крупные политики в Молдове, которые говорят, что Армении мне интересно. Очень зря вам, ребята, Армении не интересно. А что вы такое имеете в виду, господин? Оставим это за скобками. Каким в другой раз. Я все-таки тоже не сторонник теории заговора, но хочу здесь добавить следующее. Мы всегда забываем фактор внутренний, то есть фактор народа. Вот обратите внимание, в Украине, да, игры вели все, но все-таки это революция достоинства, это была революция народная. Насколько сейчас власти... Ну, понятно, ни американцы, ни русские, ни европейцы не пришли, не дали людям автоматы в руки. Понятно, что потом конфликт в Донбассе... Но правда, в итоге все равно тяжелее. Конфликт в Донбассе – это другая история. Я про Майдан говорю. Люди вышли, да. Но я хочу обратить внимание, что, конечно, всегда есть игры, большие игроки, свои интересы, но обратите внимание, когда народ на ноги поднимается, когда принципиально ставится вопрос, хоть не хоть считается. Геополитика подстраивается. Подстраивается. Точно так же сейчас Армении. Казалось бы, маленькая страна, казалось бы, мы тихо, чуть ли не выбор сделали, но вы не представляете, это правительство, что пошло бы отписалось Евросоюзом, это требование народа было. Вы не представляете, какой масштаб недовольства был. Правительство поняло, чтобы себя немножко легитимизировать, оправдать, они пошли, этот договор подписали. Будет ли Россия с этим соглашаться? Я думаю, вынуждена примет. Вынуждена. Вы знаете, почему вынуждена примет? Потому что мы не ставим вопрос, чтобы военную базу уберечь. Вот, кстати, очень важная тема. Мы не ставим вопрос, договор коллективный безопасный, что мы выйдем. Армения таких вопросов не ставит. Россия сама все уберет. Мы говорим, в области безопасности мы сотрудничаем, они говорят, да, ну и оставьте нам спокойно, чтобы мы бы торговлю, экономику развивали, чтобы Армения бы выжила. И Россия, как на примере Финляндии, это переживет. То есть поймет, что Армения так, хороший союзник. Ну, с Молдовой это было бы НАТО, не вступление в НАТО. К примеру. Армения надежный союзник военной области, а экономической области мы свободны и с Россией, и с Европой, и с США. Вот эту функцию Армения в регионе возьмет, и Россия это примет. Сегодня сразу не примет, немножко нервные реакции будут, но в конце она примет. И это будет, между прочим, хороший пример, что да, можно на двух стульях в хорошем смысле усидеть, быть, вы знаете, мы можем для кого быть мостом? Да, для Ирана и Евразийского союза. Мы можем быть мостом для Ирана и Европейского союза. Ведь главная проблема в чем? У европейцев серьезная проблема ментально понять иранцев. У армян у нас такой проблемы нет, мы в прекрасных отношениях, мы в самых разных областях можем быть, и они видимы эти области, и начинают банковское, кончая энергетикой. Но мы всегда правительству говорим, проявляйте больше инициативы, не бойтесь всего. Потому что правительство тоже боится, там большие игроки. Проявляйте инициативу, и вы станете нужными, мы станем нужным для игроков. Американцы, очень быстро, американцы вот в уходящем году, в 17-м, предлагают Армении, Наташа, 8 миллиардов долларов инвестиций. Это не шок. Это в области энергетики. Только в области энергетики. Какой бюджет Армении? 8, чтобы понять. Ну, сейчас у нас где-то 5-6, вот такой бюджет. То есть больше бюджета? Да, но с одним жестким условием, борьба с коррупцией. У нас 6 миллиардов. И вот вы видите, процесс пойдет, я абсолютно в этом уверен. А вот в нашем случае борьба с коррупцией, это то жесткое условие, которое ставят европейцы и американцы? Давайте спросим главного коррупционера, что он за это думает. Мы вернемся через пару минут, оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Во время рекламной паузы интересную деталь. Друг и другие узнали, что нас с вами многое связывает. Вы теперь тоже персона, невъездная на территорию Российской Федерации. Я уже, да, но 5 лет была невъездной. Так что... Ну, вы знаете, эта проблема тоже говорит о следующем. Но нам, кстати, тут нужно понимать, сейчас, допустим, в Молдову тоже очень много не пускают, очень часто не пускают российских журналистов либо вообще граждан Российской Федерации. Но это уже делается на зло, я считаю. На зло из принципа вот Додону подпортить, предоставить это подпортить. Но здесь другое. Я ваше внимание на что обратил вот до этого? Что Россия должна стать привлекательной. Вы представьте себе, что она не пускает людей, которые известны в своих странах и пользуются авторитетом. Вас не пустили в прошлом году? В прошлом году, да. Например, один простой пример. А вам объяснили причину? Просто прессона Нонград? Да, нет. Но они сказали, это статья соответствующего закона, где написано, что представляет его взгляд и представляет опасность. А, это называется, я помню наизусть ту статью. Угроза национальной безопасности, обороны способностей, общественного порядка и здоровья населения Российской Федерации. Нет, нет, но посмотрите, вот к чести наших властей они подавали протест и хотели выяснить. Я простую только деталь скажу, чтобы вы поняли, что на этом Россия потеряла. Оставим сейчас личности в стороне. Понятно. Что я известен в Армении, какое-то уважение есть. Значит, около тысячи организаций постсоветского пространства и Европы в Брюсселе в прошлом году, 29 ноября, единоклассно приняли резолюцию, осуждающую этот шаг России. Этого хотела Россия. В Брюсселе около тысячи организаций приняли совместное заявление по моему делу. То есть, в России, знаете как, они очень часто эмоционально действуют. Иногда нелогично, но не понимают, что на этом авторитет теряешь. А вот если вот отойти от личности и поговорить системно, как, на ваш взгляд, Россия могла бы стать привлекательной? Для таких стран, как Армения, для таких стран, как Молдова. Ну, простая вещь. Россия бы с нами работала, это, я думаю, это ключевой вопрос. Россия бы с нами работала не через олигархию свою, не через коррупционные механизмы, или, например, через Газпром или какой-то другой механизм, а с нами бы работала так, как работает Европа. Вы знаете, что в этом новом договоре... Поддержка гражданского общества, или что вы имеете в виду? Это важная деталь. В этом договоре Евросоюз-Армения, вы знаете, что зафиксировано? В трех статьях. Гражданского общества участие в этом договоре. То есть, в чем мы можем быть полезным, в чем можем даже в решение принимать, и что самое главное, платформы гражданские могут в этом участвовать. А вы знаете, что написано в договоре Евразийского экономического союза? Написаны там пункты, которые, если вы прочтете, ну, армянский договор, там просто написано в этом сохранить монополию, в этом монополию. Почему? Потому что у нас есть один олигарх, который один товар завозит, сохраняется монополия и так далее. То есть, вот если Россия вот такие вещи уберет, а включит, в том числе, гражданское общество, послушайте, Россия, чтобы убрала эти вещи, она должна стать другой, но Россия такая, какая есть. Ну, о чем мы говорим, коллеги, о чем, я прошу прощения, вот не могу не сказать, мне говорят мои российские, московские коллеги, которые имеют отношение к российско-молдавским отношениям, простите эту автологию, они говорят, о чем мы говорим, если половина сумм, которые выделяются Москвой на определенные проекты, там же в Москве и остается. Вторая половина, которая выходит... На проекты молдавские, связанные с Молдовой. Любые, на постсоветском пространстве, любые проекты. Одна половина остается в Москве, вторая половина, если и выходит за пределы Садового кольца, то где-то там между своими же распределяется, там же где-то разворовывается, там где-то тает. В итоге и КПД этих проектов в нулевой, и это признают люди даже из Кремля. Я с ними лично не разговаривал, но мне сказали люди хорошо информированные, что даже кремлевские в частных беседах, там где-нибудь в Курилке признают, что вы знаете, ребята, наши проекты не работают. А почему не работают? Воровать надо меньше. Вот почему? Вот если бы Россия, точно так же, как, к примеру, США в случае с Арменией, приходилась инвестициями 8 миллиардов долларов или евро, это как-то повлияет, это вообще возможно? Инвестиции приходят из России, но от российских же армян, тот же Самвел Карапетян, самый богатый армянин в мире. Это как бы выглядит, как российская инвестиция, но все-то в Армении знают, что это Ташири Само, то есть глава компании Ташир Самвел Карапетян, привез энную сумму денег и вложил в энный проект. И сейчас, кстати, создан клуб инвесторов, вот Сэр Шархсян об этом сделал анонс, этот клуб инвесторов, где основную долю имеет тоже Самвел Карапетян, собирается вкладывать миллиард долларов, если я не ошибаюсь, в армянскую экономику, энергетику и так далее. Как Россия может стать привлекательной? И вообще возможно ли это? Россия может стать привлекательной, даже России не нужно никаких усилий, все посоветское пространство можно возложить к ногам России на тарелочке с голубокой емочкой. Только я говорю, перестаньте воровать. Проблема воровства в России настолько фундаментальна, что со времен Чехова и Салтыкова, Щедрина ничего не изменилось. Вот когда перестанут воровать в России, тогда что-то изменится лучше. Разбудите меня через сто лет, и все равно будут говорить о том, как воруют, и о том, как пьют русские. Как говорил классик. Сейчас правильно говорится о коррупции, о воровстве, но когда мы работаем с европейцами, вот мой опыт что показывает, они прислушиваются. Когда мы им говорим, вы знаете, вот этот проект неэффективно использован, вот это сделано не так. Не надо думать, что вот с европейцами все идеально, но мы когда ставим вопрос, нам прислушиваются, с нами встречаются, с нами обсуждают. Вы понимаете, насколько это важно? Когда о России идет речь, они вообще не понимают, а почему они должны с известным политологом встретиться, или встретиться с общественным деятелем. Вообще это как бы не входит в сферу вообще их интереса, или каким-нибудь там деятелям культуры. Европейцев это внутри их традиции культуры автоматически есть. Почему у России нету, трудно сказать, но то, что сегодня мы видим, этого нету. И значит, привлекательно первое. Значит, Россия тоже даже научится работать с гражданским обществом. Не с подставными людьми, а с настоящим гражданским обществом. Должны в том числе, например, ту же российскую культуру, какие-то традиции, какую-то литературу, то есть проводить мероприятия, но не так, чтобы распил, на это деньги дали, они распилили. Там даже делать не надо, все и так есть. Просто профинансируйте честно, открыто, с четкими целями и задачами. Извините, что перебил нас. И, конечно, бюрократия России так работает только с нашими бюрократами, а от этого нечего. Вы представляете себе Могирини, Могирини, фактически министр иностранных дел Евросоюза. Или Хан, вот тот главный комиссар, который отвечает за расширение, они с нами лично встречаются. Вы понимаете, с гражданским сектором. То есть я уже даже, мне трудно посчитать, сколько раз я встречался с ними. И не только со мной. То есть в разных форматах они с гражданскими армией встречаются. Виктория Нула знаменитая встречалась, когда приезжала Верия Ивановна. С нами встречалась. Клинтон на встрече с Клинтоном. В 2010 году. Я был, когда она была госсекретарем. То есть мысль моя в чем? Они встречаются с известными политологами, общественными деятелями, узнают их мнение. Конечно, они работают с властями первым долгом, но они встречаются. У России есть такая традиция? Нету такой традиции. Пусть не обижаются, что тогда у нас в обществе к ним негативный настрой. Ну, я думаю, в обществе негативный настрой к политикам, а не к России, к культуре и так далее. Это важно. Только к политикам, даже не к политикам, а к политике в целом. Хотя есть такие люди, как Рогозин или Шейгу, которые в силу разных заявлений вызывали негативную реакцию в армянском обществе. При всем, при том, к Путину сохраняется, насколько я знаю, очень хорошее отношение в Армении. Его по-прежнему уважают. Но вот к отдельным личностям и в российской политике. Вот такая вот дихотомия восприятия. Не знаю, как это правильно обозначить. Но к народу ясно это не относится. Вы извините. Я просто считала важным это уточнить. Я считала важным это уточнить. Я более дальше уточнение делаю. У нас нерешенный конфликт к азербайджанцам, но как к нации к азербайджанцам у нас претензий нет. Точно так же с Турцией. У нас были исторические проблемы, но все равно мы же претензии не к народу предъявляем. Если у нас есть вопросы, мы говорим о властях, о межгосударственных отношениях. Азербайджанцы, турки свободно приезжают в Армению. Они приезжают без проблем в Армению, турки. У нас осталось всего пару минут до конца программы, поэтому хотелось бы, чтобы вместо выводов вы попытались ответить на один простой вопрос. Смогут ли договориться, раз уж мы говорим о великой шахматной доске, не хочу сейчас про конспирологию, я хочу сейчас просто про интерес больших сил в нашем регионе поговорить. Смогут ли США, Россия и Евросоюз достичь определенного консенсуса в отношении таких стран, как Армения и Молдова? Пожалуйста. Ну, я думаю, определенный шанс... И как он будет выглядеть, этот консенсус? Вы знаете, очень многое зависит от конкретной страны и истории. Армения. Украина, Сирия, это разное. Там, мне кажется, они договорятся. По Армении конкретно маленький шанс есть, я бы сказал так. Шанс есть, что договорятся, но очень многое зависит все-таки от политики России, и я объясню, почему. Многие по-разному интерпретируют ее политику, но я чувствую неплохо, мне кажется, российскую политику. Россия все-таки не хочет, чтобы на постсоветское пространство заходили другие игроки. Пока она от этой политики не откажется, трудно будет договориться. Но я надеюсь на то, что с какого-то момента она начнет корректировать это. То есть Россия по-своему впустит на постсоветское пространство и Евросоюз, и США. Эрнест? Действительно, при том колоссальном негативе, который есть в отношениях между Западом и Россией, есть определенные островки, есть определенные коридоры возможностей. Это действительно и Молдова, и Армения. В большей степени, пока я вижу Армению, потому что надо помнить очень важную вещь. У Армении хорошие ровные отношения и с Российской Федерацией, и с Соединенными Штатами, между прочим, и с Евросоюзом, и с Ираном. Это крайне важно. Армения может быть площадкой и примером позитива. Молдова, в меньшей степени, потому что Молдова слишком правящая коалициями, делает слишком вызывающие действия в отношении России. Плохо это хорошо оправданно. Но опять же, для того, чтобы понравиться одной из сторон. Одной? Но это уже крен. Это уже неправильный учет негативных тенденций. Вот маленький пример, если позволите. Несмотря на всю конфронтацию, Россия, США и Франция умудряются находить общий язык в вопросе карабашского регулирования. Это крайне важно. Карабашский вопрос, Минская группа ОБСЕ осталась одной из немногих, буквально по пальцам пересчитать площадок, на которой сохраняется конструктивный диалог. Приднестровский вопрос, 5 плюс 2, пока в принципе тоже с определенными оговорками. Поэтому давайте это не терять, давайте это развивать. Я обращаюсь к молдавским политикам. Я благодарю вас за эту программу, за участие в этой программе. Когда приедете в следующий раз, приходите к нам еще. Это очень важно. Выходить за пределы нашей маленькой коробочки, говорить о тех событиях, которые происходят в регионе, которые могут повлиять и на нас. Спасибо большое. И как будет спокойной ночи по-армянски? Бари Гишер. Бари Гишер. А мы с вами увидимся завтра, 21.30. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok